Друзья, всем привет! В этом видеообзоре хочу познакомить вас с новыми цветами, очень популярной, в принципе, самой популярной модели последних нескольких лет компании Casio в коллекции G-Shock, это GA-2100, я думаю, вы на 100% знакомы с этим выпуском, не раз я показывал, да и в принципе, очень хитовый, о чем говорить. Ну и, как всегда делает компания Casio, если модель стреляет, выпускают новые цвета в самых разнообразных оттенках, сочетаниях и так далее. Сегодня познакомимся с тем, что ждет покупателей в 2022 году в плане новых цветов, один из них вот такой вот серый, друзья, причем комбинированный светло-серый основной корпус и ремешок, и такой чуть темнее оттенок по безелю. Циферблат перекликается с ремешком, с корпусом бакля. Полимер также в цвет. Тонкие G-Shock'и, классные, на самом деле, удачный вариант, о чем говорить, если вот на каждый день таскать, в принципе, и очень доступный вариант. Вот такой вот серый, друзья. Следующий вариант, который я бы хотел показать вам что-то странное. Это зеленый, темно-зеленый, с такими прожилками в стиле мрамора или что-то такое, не знаю. В общем, такая расцветка, тоже, может быть, придется многим по вкусу. По циферблату есть также очень много различных цветовых акцентов. Это и желтая, как видите, и синяя метки. Довольно контрастные белые стрелки, зеленый корпус, такой же зеленый ремешок. Здесь уже, кстати, бакля стальная и выкрашена в черный цвет IP-методом с таким блеском, отличается от предыдущего выпуска. Ну и читаемость, кстати, выше. Вот на серой модели смотрим. В принципе, тоже видны стрелки, но метки немного затерялись. А здесь же столько цветовых акцентов, и по стрелкам это контрастность, и по меткам это цвета разнообразные. В общем, такой довольно тоже интересный вариант расцветки. Перекликается с тем зеленым вот такой вот коричнево-болотный грязный какой-то цвет. Тоже и корпус, и ремешок в таких тонах. Тоже сохранены цветовые акценты по меткам. Здесь это оранжевые и вот фиолетовые, да, насколько я понимаю, это что-то такое фиолетовые. Стрелки тоже контрастные. И здесь также стальная бакля в черном цвете. Такой вариант. Ну и один из, как мне показалось, самых необычных вариантов, это вот следующий выпуск. Как видите, он пока что в боксе. Бокс в стиле замороженной какой-то глыбы льда и снега. Открываем. И это вот сет. Сами часы в таком же цвете, как и коробка. Это белый с серым в перемешку, то есть что-то с грязью, что-то вот такое. Давайте-ка раскроем. Сильно отличается циферблат, то есть это черный цифер, метки белые. Но вот на фоне белых часов или во всяком случае грязно-белых часов цифер сильно выделяется. Стрелки также выделяются на этом фоне. Тоже стальная уже не выкрашенная бакля. И что самое интересное, друзья, это сет, кроме ремней. Вот ремни они часто ставят в комплект. Это в данном случае текстиль. Болотного цвета. Но вот этот вот болотный цвет с белым корпусом, это было бы что-то странное. Что же делает в данном случае компания Casio? Добавляет, друзья, вот такую вот накладочку. И тут меня посетила мысль, ведь базовые модели J2100, чтобы их разобрать, нужно откручивать корпус. Здесь же такого нет. Окей. Переворачиваем часы. Съем простой. Давайте-ка я все это дело поменяю при вас. Взгляните, как это делается. Кстати, обратите внимание на внутреннюю текстуру корпуса. Вот, собственно, технология, которая здесь используется, Carbon Core Guard, она вот хорошо заметна на внутренней текстуре. Такой полимер, армированный карбонами. Он такой сероватый, с довольно заметными прожилками. То есть вот на лицо карбоновая текстура. Плюс такой вот шильдик на внутренней части корпуса. Взоропрочный. Взоропрочный. Ну, не сказать, что это супер быстро, несколько минут занимает. Но, в любом случае, мы получаем вот следующий внешний вид, друзья. Это кардинально отличается от того, что было изначально. То есть был такой снежный зимний вариант, а превратился в походный текстиль, чуть ли не милитаристиль. Причем довольно интересный ремешок. То есть сам ремешок текстильный, но к нему в конце такая вот пластиковая... Пластиковый такой держатель дополнительный. То есть не напрямую текстиль соединяется с корпусом. Получаем, в общем-то, следующую конструкцию. И вот так вот летний, наверное, вариант. Да, летний, может быть, для какой-то рыбалки, охоты и тому подобное. В принципе, интересно. Всесезонные, скажем так. Давайте смотреть на запястье, как они будут смотреться. Уже белые, конечно, не буду прикидывать, потому что это переодевать. Ну вот текстиль, слышите, ну легкий, удобный, приятный такой запястью текстиль. Внешний вид следующий. Ну а G-Shock'и все те же. GA-2100. Суперовая модель. Сам в ней бегаю довольно долго уже. Не крупные, а легкие. Мне, кстати, очень приятно, слышите. Не думал, что будет так. Модель с коричневыми оттенками. Грязно-коричневыми, с цветовыми акцентами по циферблату. Вот так вот смотрится. Тоже интересно. Подлетний какой-то прикид. Весенний, может быть. Зеленый с прожилками. Темно-зеленый с прожилками светло-зеленого. Какие-то неоновые акценты по циферблату. Хорошая читаемость. Двойная подсветка тут также есть. Она, конечно, на этом свету не видна, но... В полном раке выглядит так. Ну а на запястье следующим образом. Тоже любопытно. Кстати, хорошо выделяются надписи G-Shock, Protection и Стрелки. Ну и серый вариант. Он здесь такой максимально нейтральный, что ли. Вот и он. Ну тоже симпатично, согласитесь. В общем, такое вот разнообразие, которое сумел раздобыть. Ознакомить вас, дорогие друзья. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Кто не подписан, можете подписаться и поддержать лайком. И всем пока.